Начинаем разбирать саундтрек из кинофильма Titanic. Всего, наверное, будет около 5 уроков. А сегодня мы разберем вступление. Начинаем с ноты до. Вторая струна, прижатая на первом ладу. Играем ее указательным пальцем правой руки. Далее бьем мизинцем по второй струне на третьем ладу. Нота до и затем удар мизинцем. После этого играем пятую открытую и вторую, как раз на туре, на третьем ладу. Играем и делаем скольжение на пятый лад. Еще раз, первая фраза. Нота до на первом ладу. Затем удар мизинцем. Теперь играем вторую струну вместе с пятой открытой. И скользим на пятый лад. Далее, первым пальцем опять зажимаем ноту ре. Играем в правой руке средним пальцем вторую струну. Теперь мизинцем третью струну на пятом. И потом ставим баре на третьем ладу на шесть струн. Поставили баре и играем шестую и вторую струны. Пальцами П, М. Большой и средний. Затем добавляем средний палец на третью струну на четвертый лад. И играем здесь третью струну и первую. В правой руке пальцы И, А. Указательный и безымянный. Еще раз начало второй фразы. Нота ре на третьем ладу. Играем ее средним пальцем. Затем нота до, пятый лад, третья струна. Играем указательным пальцем. Ставим баре и играем шестую и вторую вместе. Большими и средними пальцами. Добавляем третью струну на четвертый лад. И здесь играем третью и первую струны. Вторая фраза звучит так. Две фразы вместе. Третья фраза. Первая открытая и резкий удар по первой струне на первом ладу. Ударяем указательным пальцем. Дальше открытая первая. И теперь зажимаем шестую и вторую. Играем эти струны пальцами П, М. Затем третью струну. Поднимаем пальцы и ставим мизинец на четвертую струну на третий лад. Играем ее. А затем шестая на третьем. И третья открытая. Три фразы вместе. Это было первое предложение из вступления, из индро. Теперь мы играем второе предложение. И в втором предложении первая фраза повторяется. Она такая же, как мы играли ее и в первом предложении. Три фразы вместе. Три фразы вместе. Мы остановились мизинцем на пятом ладу. Зажимаем ноту Ре на третьем ладу на второй струне. Играем ее. Затем бьем мизинцем по второй струне на пятом ладу. Сдергиваем мизинцем струну. То есть играем правой рукой только первую ноту. Дальше удар мизинцем. И сдергиваем опять струну, чтобы получить звук ноты Ре. Играем Ре, удар мизинцем, сдергиваем. После этого зажимаем третью струну на пятом ладу. И Ба Ре на третьем. Здесь играем шестую и вторую вместе. Потом добавляем опять третью струну, как у нас было в предыдущей части. И играем третью и первую вместе. Вторая фраза звучит так. Третья фраза здесь открытая первая. И когда мы играем третью фразу, начинаем с открытой первой, нужно поднять указательный палец с баре. Сыграли открытую первую, а дальше баре возвращаем обратно на третий лад и играем первую струну. Открытая первая. Ставим баре на шесть струн на третьем ладу. И играем опять первую струну, но уже прижатую с помощью баре. Дальше добавляем третью и первую струны на пятом ладу. И в правой руке играем приемом арпеджиату три струны. Четвертую, третью и первую. Дальше поднимаем мизинец, играем первую струну. Теперь зажимаем третью струну на четвертом ладу. Все это время баре мы удерживаем. И здесь играем так. Шестая, третья и вторая вместе. Приемом арпеджиату. И здесь нужно сделать такое резкое движение мизинцем. Удар и сдергивание. Я, получается, играю шестую, третью и вторую. И потом сразу же бью мизинцем по второй струне на пятом ладу. И сразу же сдергиваю. Это нужно сделать как можно резче и мягче. Еще раз заключительная фраза во втором предложении, во вступлении. Мы играем первую открытую. Опять ставим баре. Играем первую струну. Добавляем третью и первую струны на пятом ладу. Здесь играем приемом арпеджиату три струны. Четвертую, третью и первую. Поднимаем мизинец. Играем первую струну. Теперь зажимаем третью струну на четвертом. Играем шестую, третью и вторую приемом арпеджиату. И делаем резкое движение мизинцем. Удар и сдергивание. Все второе предложение. Вступление звучит так. Играем шестую, третью и вторую. Субтитры создавал DimaTorzok